САМАРТ Вообще нас набирали для Самарского театра юного зрителя, ныне Самарта. Но когда мы закончили, там немножечко, как говорится, вся эта концепция сменилась, пришел другой режиссер. Но, тем не менее, нас взяли, и я работала в тюде. А когда я заканчивала институт, и у нас был экзамен по актерскому мастерству, то около аудитории ходил какой-то интересный мужчина, такой темненький. Ну, естественно, он привлек внимание, потому что, как правило, же всех видишь, кто приходит, кто заходит. Смотришь, какой-то чужой человек, взрослый. И он так внимательно нас всех рассматривал. Потом он ко мне подошел и пригласил в свой театр. Это был Евгений Борисович Тробышев. Здесь, в Самарской площади, у меня было, так сказать, очень такое стремительное, хорошее развитие. Ну и вообще здесь было очень хорошо, приятно. И я выбрала театр Самарской площади. И до сих пор здесь работаю, к счастью. Так получилось, что в нашем театре, в Театре Самарской площади, у меня был очень хороший такой старт, приятный. У меня было очень много и сейчас много ролей, а в то время, когда я была еще молоденькой, было очень много ролей и героинь. Вообще все складывалось хорошо в этом театре, на самом деле, у меня, во всяком случае. И поэтому все как-то так постепенно шло. Это был спектакль «Женисьба». Мы его репетировали еще в разрушенном здании, вот где... И сейчас мы сидим, да? Здесь тогда, ну, просто, можно сказать, стены были додранки. Ну, в общем, театр был такой, не театр, не казистый. Но у нас была такая теплая, дружеская атмосфера. Было так здорово, мы репетировали, у нас был прекрасный состав. Кстати, состав у нас был тогда, а много было артистов, приглашенных из театра «Самарта». И, соответственно, артисты театра «Самарская площадь». Работал с нами очень интересно, очень легко. Евгений Борисович, он разрешал экспериментировать, пробовать. И вообще доверял актеру очень. И, конечно, импонировал, особенно молодому актеру. Кстати, когда в «Самарте» начинали, я помню, как артисты, вот я почему-то запомнила, относились к нам, к молодым, не очень хорошо. И я думала, что это им так не нравится, мы такие прекрасные артисты. И только потом, уже спустя там много лет, да, я поняла, что на самом деле только где-то лет через пять после того, как ты придешь в театр, ты вообще хоть что-то значишь, и что-то хоть, что-то можешь сделать. А когда мы пришли, нам казалось, что мы уже готовы звезды, актеры, что, пожалуйста, бери, работай. Ну, все это приходит с возрастом, это понимание. Субтитры создавал DimaTorzok